Теперь холокост. Холокост на иврите шоа. Шин, шин, вав, да? Алиф, тав, гэй. Шоа. Шин, вав, алиф, гэй. Шоа. Шоа означает уничтожение огнем. И греческое холокост это сильно большая жертва массивная. Когда тысячи быков приносили в жертву греки, да, называлось холокост. Холокост это большое жертвоприношение. И вы знаете, что еще Блок, он был поэтом-пророком. Мир рвался в опытах Кюри, атомной, вот я дальше не помню, бомбой, и потом что-то многомиллионной гекотомбой. Гекотомба это тоже многомиллионное жертвоприношение. Вот, да. И там еще было на смерть одного летчика, который разбился, рука мертвее рычага. И, в общем, что тебя заставило разбиться? Или поразил твой взор прекрасных грядущих войн ужасный вид ночной летут во тьме ненастной земле несущей динамит? То есть, даже Блок пророчествовал, да, что век кровавый, и будут ужасные мятежи. И действительно, многомиллионное жертвоприношение. Более шести миллионов евреев погибло, это шесть миллионов. Конкретно известно, в 1939 году на земле жило 16,7 миллионов, из них в Европе 40 процентов, к 1976 году 14,5 миллионов, из них в Европе только 10 процентов. И полностью не восстановилось население, такое, как было до 1939 года. Наибольшие потери принесло еврейское население Польши, одни считают 2 миллиона 700 тысяч человек, ну, где-то около 3 миллионов, и Советского Союза, это 2 миллиона 100 тысяч человек. В Венгрии около 500 тысяч человек, затем Чехословакия, Румыния, Германия и другие страны. И это действительно страшное жертвоприношение. И никто не знает, почему это произошло, да? И если вам когда-нибудь скажут, то ни в коем случае не говорите, что потому что вы евреи предали Иисуса, да? Потому что за это наказание понесло третье и четвертое поколения евреев. Даже если, если я говорю, они были виновны в этом. Потому что Бог наказывает до третьего и четвертого поколения. Но не то, что происходило в 20 веке. Кто его знает? Но Богу, видно, это тоже было необходимо, потому что иначе не образовалось бы государство Израиль, да? Вот. Как это произошло? Страшно, да. Но вы видите, что Гитлер был страшным антисемитом. И его основная идея – это уничтожение евреев. Дело в том, что сам по себе фашизм, он противоположен тому, что учит Господь. Бог учит больше всего уделять кому внимание? Сильным или слабым? Слабым. Но если нету человеческой души, а человек – это животное и ничем не отличается от обезьяны, то надо быть кем? Сильным. И для выживания вида надо уничтожать слабых. Вот это биологическое мнение. И было фюрером подтвердно. Вот Альфред Баумер, еще предшествующий фюреру, говорил. Развитие вида требует ликвидации неприспособленных людей, слабых и ненормальных. Но христианство, как реакционная сила, взывает именно к ним. Здесь мы сталкиваемся с основным противоречием. Развитие происходит или из природной жизни, или из равенства индивидуальности перед Богом. Это предшествия Гитлера. А вот цитата самого Гитлера. «Самый тяжкий удар, который был нанесен человечеству, – это христианство. Большевизм – незаконный сын христианства. Оба этих явления изобретены евреям». И Гитлер не выступает против формального христианства, но он выступает против настоящих подлинных христиан. И он говорит про итальянцев. «После нашей победы я оставлю итальянцам их религию, потому что они могут быть варварами и христианами одновременно». Еще высказывает Гитлер, причем абсолютно верное, «Никто в истории не пролил так много крови, сражаясь за победу идеи любви, как сами христиане». Справедливо. Мусульмане сейчас говорят, что весь ислам за всю историю человечества не уничтожил столько людей, сколько христиане. Я имею в виду по религиозным соображениям. И если вы думаете, что Вторая мировая война имела какие-то другие политические или экономические мотивы, то Гитлер четко высказался об этом. Вот, что сам говорил Гитлер. «Еврей нанес две раны человечеству – обрезание на теле и совесть сознания. Война за влияние над миром идет между нами и еврейством. Все остальное – фасад и иллюзия». Вот мы видим конкретно, да? Вот. И Гитлер говорил, что эта война – это прежде всего духовная война. Что касается истребления еврейского духа, то его невозможно добиться механически. Еврейский дух – есть продукты еврейской личности. Если мы не поспешим уничтожить евреев, то они очень быстро обратят наших людей в иудаизм. Вот что говорил Гитлер. Отец Доминиканской церкви, Марсель Дюбуа, профессор философии, говорит, «Евреи – народ божественной природы, чья суть и предназначение – свидетельство о власти Всевышнего над миром. Это становится причиной антисемитизма. Мир ненавидит избранных Богом и свидетелей его силой». А вот высказывание Гитлера. «Если хотя бы одна страна по любой причине даст у себя прибежище, хотя бы одной еврейской семье, то эта семья станет зародышем нового мятежа». И вот, как комментирует это Ефим Свирский, из лекций которого я беру эти цитаты, у меня в электронном виде, я вам давал, есть, вы послушайте, там очень интересно. И Свирский говорит, «Красиво сказано, не правда ли, немецкая семья зачинателем немецкого духа не станет, а вот еврейская зародышем своего еврейского мятежа станет, поэтому нет пощады ни одной еврейской семье». Вот какова причина. То есть, причина этой войны чисто духовная. Чисто духовная. Два духа. Да, дух Гитлера, Антихриста, и еврейский дух Ишоа, Мессии Христа. Два духа. В Европе к началу войны проживало 9 миллионов евреев. Из них три четверти были сосредоточены в Восточной Европе. Вы представляете, что уничтожить такую массу населения невозможно. Вы говорили, вот царская семья, там их около 10 человек было, да? Их расстреливали, они метались, да? Их потом добивали долго и нудно. Вот. А как вот заставить вас вот сейчас пойти, встать возле стеночки, я возьму автомат и начну вас расстреливать. Одни побегут, другие спрячутся за столы. Надо будет бегать, достреливать каждого. Третий самый мужественный, я уже вижу такого человека, он побежит вперед и выкрутит у меня автомат. Еще и прикладом мне по зубам даст. То есть, это очень трудно, да? И для того, чтобы довести людей до такого состояния, да, надо было прежде сломить дух человека. Вы знаете, что когда в концлагерях люди уже доходили до такого состояния зомби, они уже ничего не понимали, они уже никак не реагировали. Например, заставляли одного человека, да, вырыть яму, встать в эту яму, а другой человек должен был в него выстрелить, да? Если тот человек отказывался, вот этот человек, который в него хотел, отказывался выстрелить, его ставили в яму, да, а тот человек должен был стрелять в него. Но ему не давали стрелять. Опять этого человека ставили в яму, и тот уже его дострелил, потому что им нужно было сломить дух человека. Совершались страшные вещи. Понимаете, когда человек видит, такое, вы знаете, в массовых катастрофах, при нападениях террориста люди просто тупеют. Они уже эмоционально ни на что не способны реагировать, да? Они просто становятся управляемыми куклами. Кто-нибудь из вас был заложниками террористов, да? Есть даже такой специальный синдром заложника, слышали? Да, да, даже вот в таком состоянии образуется. И многие евреи, да, они становились вот такими капо, чтобы сохранить свою жизнь, и они составляли списки других евреев, которых нужно ввести на уничтожение. То есть это происходили страшные вещи. Итак, первый этап, значит, уничтожения евреев шло в три этапа. Первый этап – сокрушение духа. Сокрушение духа. Он начался в апреле 1933 года. Это когда Гитлер пришел к власти. Перед каждым еврейским предприятием и геконторой были поставлены посты, и нееврейским клиентам было сказано, чтобы они не входили сюда. В те же дни началась широкая пропаганда о господстве арийской расы. Широко тиражировалась нацистская литература, в кино демонстрировалась красота арийского типа, есть у меня документальные фильмы, антисемитские, действительно, где показаны евреи в отрицательном смысле. Выдающийся физик Леонард призывал освободить науку от еврейского иштейновского растления, но, впрочем, у нас вечно подобное тоже с наукой творилось при Сталине. Был создан христианский национальный институт, в котором изыскивались доказательства, что Иисус не был еврейского происхождения. Апофеозом этого времени был 1935 год, когда были приняты так называемые Нюрнбергские законы. Нюрнбергские законы. И евреи в результате этих Нюрнбергских законов решались гражданство. Как ни странно, Нюрнбергский суд покончил с теми, кто издал Нюрнбергские законы. Мера за меру. Все воздается. Нюрнбергский. Какой год? 1935 год. Там ряд законов был. Кроме того, Гитлер дал определение евреям. Помните? Значит, каждый, у кого двое из четырех дедов и бабок, или трое из восьми прадедов и бабок, были евреи и считались евреями. Те евреи, которые были смешаны с немцами, тут Гитлер был в затруднении. Эти мишлинги, с одной стороны, несли арийскую себе кровь, с другую сторону, еврейскую кровь. Поэтому были мишлинги первой степени и второй степени. Первая степени, это которые имели половину немецкой крови, то есть либо отец, либо мать были евреями. Мишлинги второй степени, в которых один бабушка или один дедушка был еврей. Но если мишлинги первой степени, значит, полуеврей был женат на еврейке, то его считали полным евреем. В общем, такие вот. И уже к 44-45 году Гитлер хотел составить списки уже на восьмую часть евреям. Но просто, как говорится, не дожили до этого времени, потому что, как говорится, не выдержала бы никакая плоть. Правда? То есть то, что сказано в Библии. И ночь с 9 по 10 ноября 1938 года знаменитая Криштальнахт, или Хрустальная ночь. Когда был общий еврейский погром, евреев грабили по всей Германии. И так как евреи были много в магазинчиков, туда били стекла. И вот это пито, поэтому Криштальнахт. И второй этап начался. Изоляция и террор. Да. Особенности. А, первый этап. Сокрушение духа. Второй, после Криштальнахта 1938 года. Изоляция и террор. Особенности с началом Второй мировой войны. С сентября. Вы помните, многие территории оказались в Германии, где проживала в основном большая часть евреев. С 39 года, это с сентября, Польша, Варшавское гетто. Там, где жили раньше 35 тысяч человек, было согнано где-то около полумиллиона евреев. Главной пищей были хлеб и картошка. Калорийность не была не больше 800 калорий в день. То есть, как минимальная потребность человека, не занятая физическим трудом, это 2000 калорий. Тяжелый принудительный труд, голод, болезни, террор. Вы помните, что творилось? Кто смотрел? Яков обманщик, Яков лжец, да? Помните? Что их выстраивали, заставляли грузить вагоны, чтобы получить там пару брюков или какую-то картошку. Тот, кто не работает, говорит Гитлер, тот что? Тот не ест. Вот такая жизнь была в гетто. Вершины этого этапа июнь 1941 года, когда Гитлер напал на Советский Союз. И началось немедленное уничтожение еврейского населения на захваченных территориях. Причем, несмотря на то, что вы помните в 1941 году, у немцев были довольно тяжелые бои, да? Даже снимались с этой цели части с Восточного фронта для того, чтобы уничтожать евреев. Это считалось более важным, чем наступление на Москву. Солдаты сгоняли евреев на сборный пункт, целые общины погружались в грузовики, железнодорожные вагоны, теплушки, отвозили к какому-нибудь оврагу, рву. Евреев приказывали раздеться и расстреливали мужчин, женщин, детей. Вы знаете, говорят, что земля после этого шевелилась, но шевелилась она не потому, что там живые люди были, а потому, что газы образовывались, да? И земля действительно шевелилась. И третий этап начался с декабря 1941 года, а в январе 1942 года формально уже было постановление для конкретного уничтожения. Итак, первый этап евреев угнетали, но тот, кто еще мог прорваться, каким-то образом переходил через границу, да? Как-то еще евреи могли бежать до 1938 года. После 1938 года бежать уже никто не мог, и евреи были согнаны в концентрационные лагеря. Самая идея и название концентрационных лагерей – это советская. Первые концентрационные лагеря именно были организованы против крестьянских восстаний. Причем Ленин говорил, что туда нужно сажать не только виновных, но и даже сочувствующих, и члены семьи сочувствующих. То есть, короче, всех подряд. Вот так вот. А Гитлер только был хорошим учеником Ленина и Сталина. А с 1938 по 1941 год, да? С 1938 по 1941 год – это концентрационные лагеря. А с 1941 года – массовые уничтожения. В нацистстве создали четыре специальных группы. Они назывались «Эйзаценгруппен». Задачей их было уничтожение комиссаров, евреев, цыган. Решение было принято нацистскими главарями еще в декабре 1941 года, а 2 января 1942 года состоялось совещание руководителей нацистской партии, так называемая «Ванзейская конференция». «Ванзейская конференция». «Ванзейская конференция» поставила задачи уничтожить 11 миллионов евреев. «Ванзейская конференция». «Ванзейская конференция». По месту, где эта конференция находилась. Значит, уничтожить 11 миллионов евреев. Кстати, кто первый предложил травить евреев как тараканов? Вагнер, у которого учился Гитлер. Вагнер был выдающимся композитором, но он же был величайшим антисемитом. Он написал ряд таких произведений антисемитских, которые обосновывал, что нужно уничтожить евреев. Ну и вы знаете, Мартин Лютер тоже говорил об этом. Были организованы специальные лагеря смерти. Аушвиц, в Аушвице или Освенциме. Там мало того, что евреев уничтожали, там еще были специальные медицинские команды, которые проводили различные опыты. В частности, опыты на близнецах. Специально подбирали близнецов с разных стран, потому что нужно было, допустим, контрольную группу выделить и группу, на которой будет производиться воздействие чего-то. Лучше всего для этого подходят близнецы, потому что они имеют одинаковую наследственность. В общем, проходили страшные вещи. Тот, кто выживал, он оставался на всю свою жизнь психически травмированным и больным человеком. Майданник, Требленко, Берджиц, Равенсбрюк, Заксенхаусен, Бергенбольсен, Бухенвальд и другие. Комендант Освенцимы на послевоенном судебном процессе заявил, не менее 2,5 миллионов жертв было убито и сожжено в газовых камерах и крематориях лагеря, где еще полмиллиона умерли от голода и болезней. Итого 3 миллиона. За исключением 20 тысяч русских военнопленников это были все евреи. Летом 44-го года мы уничтожили в Освенциме 400 тысяч только одних венгерских евреев. Это был только один концентрационный лагерь. Можете себе представить. Убийство евреев превратилось в бизнес. Фирмы боролись за прибыли от этого отвратительного рейсла. Вот, например, такая рекламация. Настоящим представляем чертежи наших усовершенствований печей и крематориев, работающих на угле и до настоящего времени полностью удовлетворявших требования заказчиков. Мы предлагаем две печи и крематориев для строительного комбината, но мы рекомендуем вам провести дальнейшее изучение вопроса о том, будут ли две печи достаточны для ваших потребностей. Мы гарантируем эффективность печей и крематориев, а также длительность срока их службы, применение наилучших материалов и наше безупречное качество работы. Вы знаете, что были специальные команды, врывавшие из евреев зубы, изо рта и складывавшие различные вещи, сортировавшие, да, сбривавшие волосы. И все шло вплоть до того, что если у кого-то находили татуировки, тоже это снималось от кожи, ну, хоть не из живых, а с трупов, но все равно, как говорится, все шло. Из жира делали мыло, вот, из загорявших трупов удобрения, то есть страшные вещи происходили, да. Каждый третий еврей мира был убит, то есть более шести миллионов человек. И они не были убиты за то, что они были иудеями, или какую-то идеологию проповедовали, они были убиты только за то, что они были евреями. Да, вот так вот. Ну, вот некоторые выдержки из законов Германии. 1931 год, 8 декабря. В течение шести месяцев у евреев изъято 900 миллионов рейсмарок, исключая налоги. 1935 год. Закон о гражданстве. Помните, я говорил, нербергские законы, да? Евреям отказано в праве на голосование, а также на службу в государственных учреждениях. Закон об охране германской крови и расы. Запрещены были браки между евреями и немцами. 1938 год. 14 июня. Указ о еврейской собственности. Все оставшееся имущество евреев и их заведение в принудительном порядке изымается и передается в руки немцев. Просто этапы идут те же самые. Разрушить еврейские загора, синагоги, отобрать у евреев все их имущество, закрыть их лавки. Точно, как говорил товарищ Мартин Лютер. Все по его плану. 1938 год. Дополнительный указ к закону о перегрузке германских школ и высших учебных заведений. То есть исключение всех евреев из любых учебных заведений Германии. То есть, видите, что происходит. Страшные вещи происходят. Вот речь Гитлера. От 30 января 1939 года. Почему евреи не понравились Гитлеру? Я хочу сказать вам сегодня одно. Нечто важное не только для нас немцев. Часто в ходе моей жизни я был пророком. Хотя большей частью надо мной издевались. И это были евреи, кто смеялся надо мной, когда я боролся за власть. Насмехались над моим пророчеством, что придет день, и я встану во главе немецкого народа и германского рейха. И тогда в числе прочих проблем я решу и еврейскую проблему. Да? Вот так. Оказывается, евреи насмехались над Гитлером. А вот эти, что Гитлера в детстве в школе жидников доразделили. Впрочем, как и моего сына. Моего сына уши, и такой вид более еврейский, чем у меня. Почему-то так. В дедушке где-то, да. Как говорится, знаете, как через поколение проявляются генетические признаки. Да, уже тогда, я думаю, застревал высокомерный смех в горле евреев в Германии. Сегодня я снова буду пророком. Если финансовое еврейство в Европе и вне ее удастся снова вовлечь народа в мировую войну, не случится большевизации, то есть еврейской победы, но произойдет истребление еврейской расы в Европе. Вот так происходило. Значит, Айнзац группа А действовала при Балтике в направлении Ленинграда, группа Б Белоруссии в направлениях Москвы, группа С на Украине и направлении Киева, группа Д в Молдавии, на юге Украины, в Крыму и в Кавказе. Были Айнзац группы. После того, как проходили эти Айнзац группы, в живых примерно оставался 1% евреев. Я сейчас не буду говорить много об этом. Говорить страшно, говорить тяжело. Но вы знаете, евреи не были безропотными. Евреи не были безропотными, как говорят. Шли они на бойню, да? Они поднимали сопротивление, сопротивление в Белоруссии, сопротивление во Франции. Вы знаете, что среди бойцов сопротивления Франции было 30% евреев. А почему? Кто читал у вас «Триумфальную арку», вот эти все сочинения? Да, вы помните, что именно во Франции сконструировалось большинство евреев, бежавших из Германии. Так как дальше они уже бежали. Бежать им было некуда, никакие страны их не принимали. Оставалось браться за оружие. И кроме того, был такой удивительный феномен еврейского театра «Годы катастрофы». То есть в концентрационных лагерях, в Аушвице и других лагерях, были еврейские театры. Евреи ставили спектакли на идыше, на немецком, на русском языке, там, где больше было каких-то евреев. И это удивительно, потому что люди спектакли с еврейским юмором, а потом после примера и исполнители, и многие из присутствующих шли в газовые камеры до следующего дня. Были различные постановки. Немцы разрешили открыть только в Варшавской гетто, более 60 кафе и театров. В Варшаве, Лодзе, Кракове, Вильне, Бунславу, Бергенбельзине и так далее были организованы такие театры. И даже один был организован еврейский ночной клуб. Были различные спектакли. Мерили Эфрос Гордина, Рахель Эмена Цвейга. В молодежном театре гетто Вильна ставили Шуламид, ставили Дибук, Новый Азазель, гетто Варшавы. Были опереты Юмор и Мелодия. Поставили лагерь в Вестерброк в 1943 году. И на фотографии все улыбаются в центре звезды, звезды еврейско-немецкого театра, Камилла Спира и Макс Эрлих. Но, несмотря на примерное поведение, все они уехали навстречу с газовой камерой. То есть, удивительные вещи. Другие евреи на фронтах войны. Евреи были разведчики, знаменитая капелла, в которой было немало евреев. А как вы думаете, кто был? Рихард Зорге? Да, ой-вей, ой-вей, он был евреем. Его казнили японцы. Кстати, Борнхофер. Борнхофер, я вчера так просматривал еще эти материалы, просто не принес, потому что очень много, о котором я говорил, он был казнен 9 апреля. Ровно за месяц до конца войны. У евреев были специальные организации, которые занимались нелегальной репортериацией, и даже выкрадали из концлагерей людей. И помните знаменитого Генриху Гольдшмидту, или Янушу Корчику, предлагали, это тоже педагог замечательный, писатель детский, предлагали, но он сказал, а как же дети, да? И он вместе со своими детьми, с песнями под знаменем, они пошли в лагерь уничтожения из Варшавского. Это есть у меня и материалы. Поэтому было организовано несколько организаций, значит, МОСАД мы уже говорили, организация «Джоинт», это «Джоинт» объединенный еврейский комитет по распределению фондов. В Лиссабоне, столице Португалии, был организован. «Джоинт» фрактовал суда в Америку и Кубу, и снижкупал все каюты на пассажирских судах. Генриетто Сольт и созданная ею молодежная Алья спасли 30 тысяч еврейских детей. Когда Гитлер пришел к власти, этой женщине было 73 года. Но она создала эту организацию «Молодежная Алья», а также женскую синистскую организацию «Хадаса». Сахнут тогда же организовался. Вот, Сахнут. И Сахнут перевозил в Израиль около 2 миллионов репатриартов. Создал почти 500 населенных пунктов в 30 городах развития. История, интересно, тегеранских детей. Значит, прибыло несколько тысяч еврейских детей из Польши в Тегеран. И осуществили из них репатриацию где-то 720 детей. И была борьба за этих детей. И дети, в конечном счете, были вывезены в другие страны. И вы знаете, что Соединенные Штаты Америки отказывали евреям в репатриации. И даже были случаи, когда корабли доходили до Соединенных Штатов, их заворачивали обратно, да. И они шли прямым ходом в Габбург, Германию. Был такой случай еще из Румынии. Корабль, да, помните? Он тоже был задержан английскими властями. Вернулся в Черное море. И тут произошел взрыв. Никто не знает, или это был акт терроризма. Или он столкнулся с советской подводной лодкой, потому что судно шло под румынским флагом. Остался в живых только один человек. Вот такие вещи. И вы знаете, на фоне этих ужасов были удивительные вещи. Были удивительные вещи. В Болгарии, Болгарии, например, в начало Второй мировой войны еврейская община Болгарии насчитывала примерно 50 тысяч евреев. В 1940 году пришло к власти правительства возглавляемое профессором Богданом Филовым. Она проводила курс на связь с нацистской Германией. И Гитлер решил, что Болгария будет союзником. Он даже вознаградил Болгарию, передавая им Македонию и Западную Фракию, которые принадлежали Югославии и Греции. И в декабре 1941 года под давлением Берлина Болгария объявила, что она находится в состоянии войны в Соединенных Штатах Америки и в Великобритании. А 20 января 1942 года совещание под руководством Рейхерда Гейдриха потребовало, чтобы Болгария тоже участвовала в ликвидации евреев. И хотя из Македонии и Западной Фракии, то есть оккупированные немецкие областями, были отправлены эшелоны в восточные провинции и погибли фракийские и македонские евреи, но болгарские евреи оказались защищены. Почему? Как раз именно мессианский еврейский равен, то есть равен верующий в Ишпрово-Мессия, обратился к царю Болгарии. Вот так описывали болгарские евреи. Михаэль Б. Зохар, очевидец этого, написал книгу «Избегнувшие смерти». Он говорит, я помню бесконечные товарные составы. Люди плакали, все были в отчаянии, кругом царило жуткое ощущение неизбежной, неотвратимой гибели. Кое-кто говорил о польских лагерях, где людей жестоко уничтожали, но нас не увезли. Товарные вагоны ушли со станции пустыми. Мы точно не знаем, что произошло, но факт остается фактом. Болгарские евреи были спасены в последнюю минуту. Представляете, Гитлер даже отправил товарные составы, чтобы погрузить евреев. Но евреев не погрузили. Вот болгарский царь, к нему накануне пришел мессианский еврейский равен, и болгарский царь сказал, что ни один болгарский еврей не погибнет. И в результате в четырехтомной эксциклопедии «Холокост» привозится таблица погибших евреев в годы войны. Польша в границах 1939 года – 3 миллиона. Венгрия – 569 тысяч. Румыния – 287 тысяч. Дания – 60 человек. Финляндия – 7 человек. Болгария – 0. Я когда готовил материал, у меня есть карта, и там показано, что какой-то процент евреев в Болгарии погиб. Но я только потом понял, что эти евреи – это были из Македонии, помните, я говорил, из тех частей, которые были присоединены в Болгарии, то есть там, где уже находились немецкие оккупанты. Но болгарских евреев – 0. Если бы действительно все правительства так поступали. Что бы мог сделать Гитлер? Да? Что бы мог сделать Гитлер? Другой такой пример единства верующих Иешуа Мессии – это пример христиан Дании. Дания смогла спасти 7 тысяч своих евреев. В сентябре 1943 года они на рыбацких лодках были переправлены в нейтральную Швейцарию. Когда в 1943 году немцы решили собрать всех евреев в Дании и отправить их в лагеря смерти, они обнаружили, что почти все еврейское население, то есть свише 7 тысяч человек, исчезло. Только 464 евреи были арестованы и посланы в концлагеря. Но датское правительство демонстрировало постоянную заботу о буздиках и постоянно делая запросы об их судьбе. Раздраженные евреи, в конце концов, освободили датских евреев. Только умерло, как я уже говорил, около 60 человек. То есть люди старые, пожилые, которые просто этого не могли перенести. Под давлением общественной заседания евреи были освобождены даже уже из концентрационных лагерей смерти. Говорят, что датский король сам надел желтую звезду, когда объявили, что в Дании каждый еврей должен одевать желтую звезду. Значит, в Бельгии, в Бельгии, хотя и были репрессии, король Леопольд остался в стране, хотя его правительство бежало в Лондон. Из воспоминания бельгийской еврейки Тани Липски рассказывается, что после того, как в 1942 году немцы обязали всех евреев в Бельгии носить желтые звезды, многие мужчины на улице снимали перед ней шляпу, а в трамвае подчеркнуто вступали и места. Иногда дело доходило до акций протеста, например, в Голландии и других странах. Многие люди надели желтые звезды в знак солидарности с евреем, против преследований евреев, устраивались забастовки, произносились проповеди в церквях. Ну, вот такие были проявления. И мы знаем, да, праведники мира, у нас тоже есть аллея праведников мира. И как сказал Матфея, и тогда праведники скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели Тебя алчащими накорбили, жаждущими не напоили, когда мы видели Тебя странником и приняли или ногим и одели, когда мы видели Тебя больными или темницей пришли к Тебе, и царь скажет им в ответ, истинно говорю вам, так вы сделали это одному из всех братьев моих мельчих, так это сделали мне. И это пророчество не о церкви, ну, и о церкви тоже, но в первую очередь, да, это пророчество о евреях. Праведники мира, более пяти тысяч в Польше, более четырех тысяч в Голландии, около двух тысяч на Франции, тысяча шестьсот на Украине, тысяча двести в Бельгии. Есть у меня много, про Шиндлера вы знаете, да, вот, офицеры вермахта, Карли Плаги спасал евреев и другие, да, во Франции свыше тысячи человек были удостоены звания праведника, вот, даже удивительные вещи, когда один ведущий африканский лидер, президент Сенегала, Леопольд Сидар Сенгор, активный участник французского сопротивления, заявил, я могу сказать, что единственный раз, когда я действительно рисковал своей жизнью, это было во время оккупации Франции, и я делал это ради одной женщины, моего друга, она была еврейкой, русской, коммунистской, вот, президент Сенегала, еврей спасающий, негр спасающий евреев, да, вот, шведскому пастору, Гоуту Хэддингвисту, удалось в 1938 году вызволить из Австрии три тысячи евреев, и многие, и многие другие праведники, вот, Сугихара, семья Сугихара, помните, я говорил, удивительная история, да, вот эти два человека, муж и жена, они спасли 30 тысяч человек, когда Гитлер оккупировал западные области, вторство в Польшу, в это время, одновременно Литва была оккупирована, помните, советскими войсками, 15 июня 1940 года, советские войска оккупировали Литву, и евреи оказались в таком положении, куда бежать бедному еврею, причем многие страны, да, не принимали, и японский консул решил спасать евреев, и даже ему запретило, японское правительство, но он все равно выдавал визы, он и его жена подписывали визы, и у него уже даже вот так вот, дрожали руки, и у него не было сил держать ручку, и его жена, значит, вкладывала ему ручку в руки, и вводила этой ручкой, чтобы была подпись визы, они спасли 30 тысяч человек, они спасли 30 тысяч человек, консул Чиюни Сугихара умер 31 июля 1986 года, в возрасте 86 лет, а Юкика Сугихара, его жена, с которой он позже развелся, умерла в 1998 году, и ей было 85 лет, вот, видите, Бог дает праведникам добрую и хорошую жизнь, хотя, конечно, карьера его, как посла, на этом была закончена, но вы помните, я рассказывал, благодаря этому, многие уверовали, да, потому что видели, что когда бомбят, на еврейские кварталы, не падает, да, ни одна бомба, немножко по Фра-Одессу, Фра-Одессу, героическая оборона Одессы продолжалась с 5 августа по 16 октября 1941 года, но потом, до 10 апреля 1944 года, Одесса была в оккупации, да, сначала румынские части, и уже к 44 году вошли немецкие части, да, значит, с первых дней оккупации Одессы проводились облавы, хватали людей прямо на улицах, распределяя их на 3 группы, военнопленных, плоско-заложников, и евреев, и коммунистов, это происходило 23 октября 1941 года, если 16 октября, покинули войска русские, да, террор, пик террора, значит, после октября 1941 года, когда партизаны взорвали повещение, где происходил банкет оккупантов по случаю взятого города, взятия города, было убито 200 офицеров и комендант города, в ответ на это было повешено 5000 человек, самое зверское злодеяние фашисты совершили в районе площади Толбухина, я бы тоже хотел, даже у меня есть маршрут экскурсии, чтобы мы как-нибудь весной, когда будет хорошая погода, в мае, прошли бы или проехали бы на автобусе вот по этим местам, там есть памятник, вот рядом с кинотеатром, ну, это проезжая не совсем по этой улице, но рядом этот памятник видел, и там написано, что там советские люди, но там было 25 тысяч евреев, было заживо сожжено, пытавшись выбраться наружу, расстреливали пулеметами, тот же день 23 октября 1941 года, по приказу коменданта, десятки тысяч людей, старики, женщины, с котомкой на плечах, отправлялись в пригород Одессы, село Дальник, а оттуда под конвоем их отправляли в села, в село Богдановку, до Манёвку, расположенной в 150 километрах от Одессы. Начало дороги смерти, Прохоровский сквер. Можете пойти и посмотреть. А до Манёвка же уже никого не было. Да. Здесь установлен памятный камень на перекрестке трех дорог, сливавшихся в главную дорогу, из которой гнали людей, обреченных на гибель. Когда кто-то падал, и сразу расстреливали. Бесконечный изнуряющий путь был не под силу старикам, женщинам, детям. Да. И Богдановка, Ахмечетка, Доманёвка. Вот эти места, где производились массовые уничтожения евреев. Такой вот марш продолжался где-то две недели. Дорога была усеяна трупами, уцелевших загоняли бывшие свинарники, и кошары для овец. 6 декабря в Богдановке начались массовые расстрелы. Всего там было убито 50 тысяч евреев. Те, кто не пошел в дальник, были отправлены в тюрьму, по дороге которой возле кладбища некоторые группы были расстреляны. Причем, выбранную жертву конвоиры убивали под забором, снимали часы, кольца и другие ценные вещи. Содержание в тюрьме было ужасное. В камерах загоняли столько людей, что место было только, чтобы присесть на корточке. Девушек выводили, насиловали, мужчин выгоняли на такие работы, где они построены плечом к плечу по 50 человек, медленно шли по заминированному полю аэродрома, а затем партиями их расстреливали. То есть, разминирование производилось путем того, что люди просто плечом к плечу друг к другу шли по минному полю. В ноябре 41-го года женщины и детей в выпусе на передворотах и тюрьме поставили две корзины, заставили их раздеться до гола в поисках драгоценностей. Согласно приказу генералу Беатора Либерия Петреску, 10 января 42-го года все евреи, находившиеся на территории Одессы и окрестностях, должны были явиться в гетто на Слободке. Вот тоже рядом, да, но чуть-чуть в той стороне. Была зима, сильный мороз, минус 30 градусов. Люди старые, женщины с детьми медленно бредут с узлами и чемоданами на верную смерть. Многие не дошли до Слободки и улицы было много окоченевших трупов, стариков и младенцев. Одесское гетто находилось на отгороженной от остальной части города в районе Слободки. Оно было создано с целью концентрации евреев на небольшой территории. Гетто представляло собой охраняемый лагерь, выйти из которого без пропуска было невозможно, а появление евреев в городе каралось расстрелом на месте. Но у ворот гетто стояли румынские солдаты падки на взятку и заплату они пускали на территорию жителей Слободки, у которых в обменной вещи можно было съесть миску супа, сырой картофель или кусок хлеба. И эти жители Слободки, украинцы и русские привозили на санках в укутанных тряпковых кастрюлях горячую пищу для евреев. То есть очень многие одесситы действительно помогали. Слушайте, я не могу, я плачу, старый ях этот самый вещи. И многие были спасены, в особенности дети. Вы знаете, много детей просто забирали, выдавали за своих детей. В оккупированной части Украины между речью Днестра и Буга нажимая в те годы Транс-Днестрии было уничтожено 700 тысяч человек. В Одесской области погибло 279 тысяч 631 евреи. Вот такое. На Украине замучено, расстреляно, сожжено 1,2 миллиона евреев. И мы говорили около 279 тысяч в Одесском регионе. Хорошо. Ну что? Да будет благословен Бог, который живой, который жив и дал нам жизнь вечную и радость. Слава Господу! Я не хочу просто на плохом заканчивать.